На табло терморегистратора надпись «Всё в порядке». Температурный режим соблюдается. Выходит, что хура, заменившая собой холодильник, справилась с поставленной задачей. И с лекарствами, которые она привезла, ничего не случилось. Но работники на складе всё равно проверяют, не было ли сбоев во время долгой поездки. Дорогие лекарства. Водитель говорит со знанием дела, лекарства действительно дорогие. Две недели назад Акимат Кустанайской области выделил 300 миллионов тенге на покупку остро-дефицитных препаратов. Эти деньги передали крупным розничным сетям аптек и оптовым фирмам. Среди них оказалась и сеть аптек «Цветная». Прибывшую хуру как раз разгружают на их складе. Сумма, на которую она доставила лекарства, равна 110 миллионам тенге. Приобрели европейские препараты оригинального качества 19 палет, около 4 тонн, более 90 тысяч упаковок. Таких как цевтриаксон, аспирин, суммамед и так далее. Среди боксов с антибиотиками и жаропонижающими разгружают дефицитный сегодня парацетамол. На коробках надпись о производителе «Болгария», «Дания», «Германия». Эти препараты закупили в странах Прибалтики. На то, чтобы доставить их в Кустанай, ушло всего 4 дня. По признанию директора аптечной сети, сработали они оперативно. С обеда уже по Кустанайской области будут разложиться оперативно лекарственные средства во всей аптеке «Цветная». Разгрузкой прибывших накануне медикаментов работники склада должны были заниматься всю минувшую ночь. Такую задачу поставил директор сети, чтобы препараты как можно быстрее попали на прилавки. Теперь владельцу аптек предстоит возвращать потраченные на них деньги в областной бюджет. Аким региона поставил для этого срок до конца 2020 года. Но влиять на завышение цен эти обстоятельства не должны. По словам Александра Носова, некоторые препараты и вовсе могут стоить дешевле, чем обычно. Кроме того, не стоит забывать, что в Казахстане действует правило о предельных ценах на лекарства. Его нарушение приведет к проверкам и ответственности. Все, кто столкнется с фактом завышенных цен в любой из аптечных сетей региона, могут обратиться на номер коут-центра 1424. Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН.